здравствуйте дорогие мои друзья ну что же созерцая вот эти вот облака эту листву хочется поговорить с вами опять же очень мощном враге того кого мы считаем другом является самым опасным нашим врагом это чувство собственной важности гордыня и столько об этом говорится в разных источниках и в религиях люди поймают особенно люди знания понимают что это настолько сильное препятствие которое мы всю жизнь не можем преодолеть и она отнимает у нас столько сил столько наших ресурсов которые уходят ну буквально в никуда или даже питаемым ими различных паразитов но поэтому говорить об этом не устанем потому что избавившись или ослабив влияние этих этих явлений этих врагов своих мы реально с вами можем собрать вот эту энергию тонкую энергию которая нам не хватает на вот этот прорыв наших границ на то что мы сможем выйти из из вот этих страданий метания этого мира стать сильнее стать хозяевами собственной энергетики стать не просто кусками мяса а светящимися энергетическими существами ну так вот один из аспектов гордыни это жалость к себе жалко себе это реальный враг и источник человеческих страданий без некоторого количества жалости к себе человек не был бы в состоянии быть таким важным для себя каков он есть чувство собственной важности и жалость к себе это в принципе практически одно и то же ну это под разными масками попытается скрываться в общем-то один и тот же опасный и сильный враг мы чувствуем себя важными и начинаем жалеть себя если и если мир не подтверждает этого нашего представления себе если случаются неприятности и жизнь перестает течь гладко то мы теряем на этом очень много мы возмущаемся что мир к нам несправедлив хотя это не так на самом деле мы всегда имеем то что заслужили даже вот принятие того что вы говорите да пусть плохо но я все это заслужил это для меня вот все то что есть данный момент может быть и плохие трагические обстоятельства это то что то что нужно мне сейчас чтобы преодолеть себя то есть осознав это прекратив путаться в этой паутине значимости и важности вы ну мгновенно получаете сильный заряд энергии часто он найти бывает так когда вы как бы махаете рукой говорите да горе она все огнем все это я я не надоело это вот бывают такие всплески но потом опять это быстро затягивается знаете пеленой морока если нас кто-то обидел мы расстраиваемся как нам кажется из-за несправедливости из-за того что этот человек поступил плохо оказался так сказать нехорошим плохишом а на самом деле мы расстраиваемся по другой причине обидчик задел наше чувство собственной важности посмел усомниться в нашей значимости и ценности внутри нас на уровне вот какого-то глубинным идет такой ну монолог может быть словами а может быть как бы мыслеформами я такой важный такой большой уважаемый знаете там как мы всегда говорим что я ему там мальчик что ли или что я ему девочка я уже так сказать за мной огромный путь знаем это все такие слова когда кто-то с нами пренебрежительно значит я такой важный большой уважаемый сильный у меня такой путь меня дипломы у У меня там семья, у меня родственники, у меня там, я не знаю, там красивые штаны, большая машина. Я не знаю, даже просто что-то такое. Меня все уважают. Вот этот монолог, помните, там, ты меня уважаешь, я тебя уважаю, значит, мы уважаемые люди. Вот это важность. А он поступил со мной, как будто я маленький, ничтожный и неуважаемый. Как он посмел? И дальше начинает разворачиваться вот это возмущение, жалость. И даже если жизнь течет гладко, жалость к себе всегда присутствует. Она всегда является свидетелем наших вот этих вот, всех наших поступков. Она лишь прячется вот там вот в глубине и в любом случае готовится прямо как хищник. Она сидит и ждет, когда же мы, допустим, вот это вот, расслабимся. Хотя, да, нет, она не позволяет. Она откачивает наши силы, нашу энергию. На самом деле, важность, жалость, гордыня, все эти вещи. И, между прочим, ну, если так проанализировать для себя, нетрудно заметить, что чувство жалости к себе нас ни от чего не спасает. Оно на самом деле не придает нам силы. Хотя, кажется, знаете, вот бывает такое сладкое чувство, когда, особенно в детстве, когда вас обидели, вы сидите и говорите, да, вот пусть я вот сейчас, пусть я умру, и тогда они узнают, кого они потеряли. Да, вот это вот сладость такая, сладость и боль, в чем-то приятное, да, но истощающее, потому что в это время вы не делаете ничего, вы не работаете над собой. Вы перекладываете ответственность за свои, вот за свои слабости на других. А надо вот принятие ответственности сказать, что я заслужил все, что имею, и плохое, и хорошее. Если хочу я это поменять, то я должен поменять это внутри себя, свою энергию, свое отношение. А жалость не придает нам сил, напротив, оно отнимает, не подсказывает верных решений, правильных выводов. Оно деморализует нас еще больше, заставляет погрузиться в эту пучину проблем, переживаний, обвинений кого-то. Вот этот внутренний диалог начинается внутри, истощающий нас. Сейчас вы как бы говорите со своими вот этими обидчиками, начинаете, а надо бы ему сказать, а я сказал, а я ему говорю, а она мне говорит. И вы это часто даже, ну, с другими людьми, со своими знакомыми начинаете. Вот этот диалог вам известный, когда вот эти слова, особенно женщина, а я ей говорю, она мне говорит, а я ей это, а я то. Вот это вот начинается уже после драки, так сказать, махание кулаками, и оно может продолжаться достаточно длительное время, чтобы дождик пошел. Жалость к себе плохой советчик и плохой помощник. Когда мы живем с чувством собственной важности и жалостью к себе, мы перестаем вообще что-либо замечать, кроме своей собственной персоны. То есть вот эта вот эгоцентричность, зацикленность, вот как к нам относятся, как мы выглядим, как мы чувствуем. Вот это вот я, а я вот это, я для меня. То есть вот это я, это эго, тоже оно питается вот этой важностью. А самое главное, оно отнимает у вас ресурсы и силы, оно отнимает у вас удачу, здоровье, возможность вообще двигаться, потому что вы начинаете кружиться на одном месте. Вам кажется, что вы движетесь, а вы на самом деле отплясываете вот этот странный некрасивый танец внутри себя. Мир перестает существовать, жизнь проходит мимо. Мы не живем, а барахтаемся в своих проблемах и любуемся различными отражениями себя. И очень некрасивыми, и пытаемся их украсить как-то, приукрасить, оправдать себя в каждом даже неблаговидном поступке. То есть справедливость в свою пользу, знаете. То, что хорошо для меня, это добро. То, что плохо для меня, это зло. Соответственно, люди, которые меня не ценят, это мерзавцы. А значит, кто меня хвалит, тот похвалит. Меня лучше всех, кто получит лучшую конфетку. Да, такая песня. И знаете, вот этому подвержены многие, даже известные люди и там руководители какие-то. А ним кажется, что вот эти люди как бы уважают их, все там преклоняются, спрашивают совета. А в тот момент, когда руководитель, к примеру, теряет свои ресурсы, получается, что мир меняется мгновенно. То есть те, кто его уважал, вдруг отворачиваются, перестают звонить, перестают там поздравлять с днем рождения. Или какими-то праздниками говорить, какой вы замечательный, какой гигант мысли. То есть вас это реально подкашивает и убивает даже многих. Вы видели этих руководителей, которые очень быстро помирают от инсультов, инфарктов. Потому что они не могут выдержать вот этой разницы. Еще недавно они были великими. И тут же они, лишаясь должностей погон, становятся ничтожными и жалкими. И вот эта вот разница, настолько она, ну, дико для человека. Потому что человек уже не является как бы свечащимся существом. А он вот именно должность. Погоны, кресло, попа его, а не личность. Поэтому это часто ломает. Наверняка вы знаете тысячи таких примеров. Мы очень сильно устаем, даже если ничего не делаем. Потому что чувства собственной важности и жалость к себе являются прожертвовыми чудовищами. Они поглощают огромное количество вашей энергии. Вы не представляете, что бы вы могли сделать и чего бы достичь. Каких миров, если бы вы были чуть менее вот таким вот важным. Это не значит, даже у вас, может быть, вы не нет должностей, даже вот какие-то, вы видите, эта важность, она представлена во всех. Вы можете ничего не достичь и быть важным. И все время обижаться на весь мир, что вам кто-то что-то должен. Что вам что-то недодали. То есть это любой человек подвержен, абсолютно любой. Даже тот, кто скажет, что нет, я не такой, я не важный. Это тоже в самообман. Это такая борьба со своим эго, которая, в принципе, не должна быть борьбой, а умением достичь гармонии. Потому что неправильно бороться, устраивать войну внутри себя с чем бы то ни было. Надо отслеживать и разряжать это, переправлять эту энергию на другие цели. Убирать энергию от чувства собственной важности на ваши задачи. То есть стать хозяином своего энергетического тела. Вспомните о том, что вы светящее существо, у вас есть дух, источник неограниченной силы. Вспомните, что вы часть мира и не более важны, чем другие люди. Да и не только люди, а и другие существа. Тот, кто думает, что он важнее других, просто смешон. И вы начинаете это видеть очень быстро, когда вы... Своё чувство важности. И вас это не должно тоже вызывать в вас какую-то гордыню и чувство превосходства над другими. Вы понимаете, что вы на самом деле такой же. Такой же просто начали чуть больше видеть. И часто это вызывает просто смех у вас. Когда вы видите вот этих важных людей, вы начинаете смеяться. Ну, во всяком случае, внутри. Ну, чтобы, опять же, не обижать чувства важности этих великолепных, мощных персон с такими важными лицами. Я всегда, знаете, когда смотрю на руководителей нашей страны, каких-нибудь топ-менеджеров, и смотрю на их лица, и часто вспоминаю лица морды животных. Знаете, есть такие важные коты, которые с важным видом лежат или сидят. Лучше ещё даже бывает, знаете, когда кот, к примеру, ходит в туалет, какает. То у него тоже выражение лица обычно крайне серьёзное. Я вспоминаю вот этих какающих котов, когда смотрю на правительство, и понимаю, что они не важнее их. И для мира не важнее. Простой, толстый, здоровенный, какающий кот гораздо милее мне, чем какая-нибудь там морда из Газпрома. С таким же выражением лица. Ну, это ладно, тут отступаю. Знаете, когда вы знаете, какова реальность, у вас нет больше поводов жалеть себя. Вы понимаете, что Вселенная милостива к вам, и даже давая вам страдания и проблемы, она заботится о вас, чтобы вы как бы росли над собой, развивались. Когда вы это понимаете и начинаете взаимодействовать со Вселенной, то и проблем на это становится гораздо меньше. То есть, вы таким образом в ваших руках вот этот рычажок переключить себя от горя к счастью. Вспомните какие-нибудь ситуации, когда вы кому-то по какому-то поводу переживали, испытывали стресс. Вспомните свои чувства в связи с этим. И дайте себе задание понять, как в этой ситуации вы жалели себя. Найдите в своей душе следы этого чувства, жалости к себе. Если вам кажется, что нет ни капли жалости, значит вы все-таки недостаточно честны с собой. Если бы не было жалости к себе, не было бы и переживаний, стресса и расстройства, и обиды. А это все порождение. То есть, вот иногда она очень хорошо маскируется. Когда вы найдете в себе это чувство, заметьте, на какую область тела оно проецируется. Где вы ощущаете это щемящее самосожаление? В горле, в сердце, в животе еще где-то. И вспомните, что у вас есть дух, мощная внутренняя опора, источник силы. И посмотрите на свое чувство жалости к себе другими глазами. Сильного, мощного энергетического существа. Вот такая, знаете, может быть, некоторая практика. Отслеживать, быть охотником своих слабостей. Но не уничтожать их, а как бы разряжать. Развенчивать их. Даже в прошлом. Вот это вот существует, конечно, я вам говорил, техники перепросмотра. Когда вы можете разрядить эту ситуацию. Это тоже помогает. Но в том числе какие-то недавние вещи. То есть вы должны развенчать чувство собственной важности. Не уничтожить его, а эту энергию переместить на реальные ваши намерения и планы. Чего вы хотите добиться в этом мире? Куда вы идете? Прекратить танцевать вот этот вот, ну не знаю, как назвать это. Этот танец, уродливый танец самим собой. Не хочется произносить какие-то названия народных танцев, чтобы не обидеть какую-то нацию. Поэтому прекращайте танцевать сами с собой. И начинайте идти дорогой духа вперед. Делая, может быть, маленькие шаги. Это не важно, сколько вам лет. Какое у вас здоровье. Какого вы пола, возрасте. Какую должность. Какая у вас история. Насколько вы там мощный. Не надо. Вот сбросьте все эти авторитеты. И скажите, что мой древний дух, который, вот моя душа, которая живет во мне и идет вперед, должна скинуть с себя вот этот морок. Знаете, вот может быть серый морок депрессии. Знаете, есть такое колдовство, когда накладывается серый морок, чтобы блокировать что-то. Может быть вот этот белый морок бессилия, апатии и лени. Может быть какой-то желтый морок. Такой вот тремор и трясучки от боязни этого. Черный морок страха. Все эти мороки, они присутствуют. И вы их сами подпитываете вот этим чувством собственной важности и своим эго. Практики созерцания очень хорошо помогают добиться этого внутреннего безмолвия. Посмотреть на себя. И все это вам доступно. Для этого не надо какие-то там, знаете, мощные учителя, посещение мест силы. Пусть то место, где вы живете, будет вашим местом силы. Пусть оно, может быть, не очень красивое. Сделайте его красивым. Сделайте это место местом вашей силы. Там, где вы, там ваша сила. Где вы здесь и сейчас. Куда вас вселенная поставила, там вы должны быть мощным, сильным, красивым духом. Все, друзья мои. Счастливо, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok